Друзья, добрый вечер. Давайте проверим связь. Антон, поговори, пожалуйста. Раз, два. Так, давайте по десятибальной шкале, как нас видно, как нас слышно. Подожди, да, я звук дам. Раз, два, три, четыре, пять. Антон, город Сургут. Как слышно, прием. Да, десяточки пошли. Отлично. Друзья, ну сегодня у нас очень важная тема, долгожданная тема и долгожданный гость. Сегодня у нас живой мужчина, хозяин имени Антон. Известный человек, у него канал YouTube Сургут Надзор. Друзья, кто знает, давайте пятерочки в чат, либо восклицательные знаки. Давайте поприветствуем нашего гостя, потому что сегодня реально будет очень крутой контент, друзья. Сегодня будет очень много интересного, того, чего мы точно, друзья, не знали. Но поскольку Антон практик, он сегодня расскажет именно то, с чем он сталкивался на практике. И, в общем, откроет нам вот эти вот знания, поделится знаниями. Да, Антон, благодарствую. Ну все, друзья, хорошо. Начнем вебинар. Антон, тебе слово. Так, ну не знаю, наверное, представиться надо, да? Точнее не представиться. Да, немножко тебе расскажи, пожалуйста. Точнее не представиться, потому что слово представить себя буквально означает представить самого себя. То есть, ну-ка, пофантазируй, кто ты есть на самом деле. И вот когда в суде говорят, представьтесь, это буквально означает, представь, кто ты есть. То есть, пофантазируй. Так что надо говорить, нет, я ничего представлять не буду. Но это как в анекдоте. Звонят это в фирму. Будьте добры, пригласите директора. А как вас представить? На белом коне. Вот здесь примерно то же самое. То есть, сразу обрубаешь такие фразы в свой адрес и говоришь, точнее не в свой адрес, а в своем, это, в отношении себя. И говоришь, я не представлять ничего не буду, я скажу о действительности. Я живой мужчина, хозяин меня, Антон. Вот. Тему живых я давно изучаю. Примерно, да что примерно, с 14 мая 2018 года, когда я впервые посмотрел видео Екатерины Тропицыной. И она там за час рассказывала, что она столкнулась с темой ЖКХ. Потом начала все это изучать, всю эту тему. Как это устроено? Зачем? Для чего? Потом начала выяснять, кому именно квартира принадлежит. Потом, кому здание принадлежит. Потом земля. Потом выяснилось, что до сих пор из жилфонда, точнее сказать, не из жилфонда. Ну, в общем, РФ из СССР никто не передавал и не переоформлял землю. То есть, земля до сих пор находится в реестре СССР. И потом она начала дальше-дальше копать и вышла на некую тему живых. Что якобы все юридически мертвы. У всех стоит во всех программах дата смерти. 31 декабря 1899 года. Можете поспрашивать у своих знакомых, кто работает в паспортных столах. У МВД, ФМС. В интернете полно картинок. Прям так набираете 31.12.1899. И смотрите скриншоты из бухгалтерских программ. Везде стоит дата смерти. Именно это. Я как программист разбирал эту проблему. Почему именно эта дата выбрана. Там в чем заключается фишка. В базе данных все данные хранятся изначально. То есть, там создаются ячейки для хранения данных. Они имеют статус нул, так называемый. То есть, все заполнено нулями. И вот, чтобы система хоть как-то отображать эти цифры, она... Ты у меня на фонтологии начинай. Что? Я вообще по теме говорю? Нет? Интересно? Или на вопросы перейдем? Да-да, все хорошо, все нормально. Просто кто-то включил микрофон. Друзья, пожалуйста, никто не включайте микрофоны. Не включайте камеры. Все вопросы... Вот я как скажу вам, пишите вопросы. В самом конце... Пожалуйста, айфон второй. Вот еще раз включите, я вас просто забаню. Предупреждаю, друзья, кто еще раз включит микрофон без разрешения, я буду банить сразу же. Не, ну я за живое общение. Согласен, что сейчас не надо перебивать. И следите за микрофонами. Ну а потом я предлагаю перейти на живое общение. То есть вопросы-ответы в живом режиме. Да, без проблем. Ключил микрофон. Добро, я тогда продолжу. Значит, по поводу этой даты, откуда она взялась. То есть компьютер, если ему дать вот эти нули все, то он должен какую-то, хоть какую-то дату отобразить в программе. И почему-то программист, который писал вот эту программу изначальную, от которой все ноги растут, она была написана на языке ассемблере. Я сам программист, я разбирал эту проблему. Я там рассматривал вообще со всех сторон, и вдоль, и поперек, по-всякому. И я не нашел ни одного основания для того, чтобы была выбрана именно эта дата. По идее, должны были выбрать там, не знаю, ну, либо нулевой год, либо там 1900-й, 01-01-е, либо еще что-то. Но он специально выбрал 30 декабря сначала, 30-е, 1899 года. А потом они что-то в связи с там, что-то не помню точно, у меня статья есть, если кому интересно, пришли в ссылку. Я там полный разбор этой даты сделал. А потом они перевели на 31 декабря. И вот я не нашел, и они там мотивируют, что якобы с ассемблера на фортран переходили, ну, на другой язык программирования, еще что-то как-то. Я не нашел ни одного основания, ни логического, ни программного, ни технического для выбора именно этой даты. Мы предположили, что на эту дату они произвели какой-то ритуал, может, какое-то событие типа потопа произошло, ну, то есть, неизвестно. Но факт в том, что в правовом поле, в юридическом, все мертвы, юридически. У всех стоит одна и та же дата смерти. Это потом, когда гражданин, так называемая, учетная запись умирает, вот вместо этих нул, нулей, которые отображаются как 31 декабря 1899 года, только после выдачи свидетельства о смерти они туда вписывают новую дату. И получается, человек еще не родился, он как бы родился, но у него дата смерти стоит эта, что он давно уже помер, именно гражданин. Хочу вам сказать, что те, кто считает себя гражданином, вот слово гражданин буквально означает, огражден в правах и свободах на определенной территории, это проверяется элементарной логикой. Вот чем отличается гражданин СССР от гражданина, ну, допустим, возьмем Финляндию и Швейцарию. Во-первых, территории, во-вторых, правами и свободами, которые определены Конституцией, там, нормативными правовыми актами и всем остальным. То есть гражданин Финляндии, попадая на территорию Швейцарии, имеет совершенно другие права и совершенно другие обязанности. То же самое происходит с гражданином Швейцарии, когда он попадает в Финляндию или в любую другую страну. Ну, а теперь хочу вас обрадовать, что те, кто считает себя физическими лицами, буквально говорят следующее. Даю определение слову вот этой фразе «физическое лицо». «Физическое лицо» – это передняя часть мужчины или женщины, а, мужской или женской головы. Еще раз. «Физическое лицо» – это передняя часть мужской или женской головы. А что это такое? Это, по сути, маска. Отсюда фраза «персональные данные». Заметьте, есть закон о персональных данных. По-моему, 159 или какой закон? Ну, неважно, или 189. Именно о персональных данных. Так что такое персона? Если вы откроете словарь любой, вы увидите, что персона – это маска. Вот мы выходим. «Физическое лицо» равно персона, потому что это маска. «Личность». Почему в судах обязательно устанавливают личность? Они хотят найти ту самую маску, на которую повесить все. Потому что судить живого человека, а точнее мужчину или женщину, потому что человек – это абстракция. Человек – это либо мужчина, либо женщина. А у них задача, то есть творец, если взять веры любые, везде прописано, что не суди и не будешь судим. То есть судить другого, мужчину или женщину, в принципе нельзя. На это есть полномочия только у Творца. Так вот они, чтобы обойти этот запрет, они придумали навешивать на каждого так называемые личины. То есть личность. Сергей, микрофон, пожалуйста, выключи. И Галина Шукшина. Народ, микрофоны, пожалуйста, повыключайте. Я сейчас небольшой монолог, а потом будем вживую общаться. Галина Шукшина, выключи, пожалуйста, микрофон. А я же могу я сам, да, отключить? Ну да. А что-то не вижу, где? Да я уже отключил вроде бы всем, кого мог. А, ну ладно, продолжаю. Так вот они придумали обходной путь. Чтобы не нарушать коны мироздания, коны Творца и коны любой веры, и вообще такое понятие, как судить другого, равного себе перед Творцом. Ведь мы же, по сути, все братья и сестры перед Творцом. Мы все для него равны и имеем, как говорится, совершенно равные статусы перед Творцом. Потому что мы братья и сестры и Творец наш единый отец, скажем так. А когда дети начинают ссориться, Творцу это очень не нравится. Вот представьте, вы, да, родители, и вас там дочка начала судить сына. Вы что творите? Э, стоп! Ну-ка, прекратить. А они, чтобы обойти это, они играют в игры. Так называемая игра. Суды. Так называемые. Они буквально, когда приходишь, они говорят, покажи паспорт. А паспорт, это и есть та самая личность, и есть та самая персона. Когда вы паспорт показываете, вы буквально делаете вот так. То есть вот это я. Вот так вот происходит. То есть вы надеваете маску вот этой персоны. Поэтому, когда я захожу в так называемые суды, я показываю вот эту бумагу, но сразу говорю, что без оборота на меня, я живой мужчина, хозяин меня Антон, а это персона. То есть провожу четкую линию, что есть я, живой мужчина. Ну, данный факт, никто вообще абсолютно оспорить не может, потому что есть борода, есть усы, есть кадык, есть половые органы и, ну, не знаю, голос, басы и все остальное. Живой, говорю, дышу, неоспоримо. Мужчина тоже неоспоримо. Хозяин имени Антон? Да, я его сам себе придумал. Именно с маленькой буквы, именно первая буква вот. И никак иначе. И некоторые черные мантии, призы, обращались ко мне так. Так вот, они придумали вот этот цирк, так называемый, с персонами. Что мы поднимали всю вот эту подноготную, как это вообще происходит. выяснили, что в роддоме рождаются мальчики и девочки. Очень важно. Мальчики и девочки. Когда выдают медицинское свидетельство о рождении, там написано, рожден живой, доношенный мальчик. А когда выдают родителям эту справку, медицинскую, они идут в ЗАГС, чтобы получить свидетельство о рождении. Так вот, в ЗАГСе вот этот живой мальчик превращается в некого ребенка. И у него появляется такой атрибут, как пол. Не род, а пол. Пол мужской, пол женский. То есть, ребенок, некая абстракция, которая делится на две части. Ну, то же самое, что и человек. Только человек, это взрослый ребенок, по сути. То есть, они на основании свидетельства о рождении, на основании медицинского свидетельства о рождении из роддома, о том, что родился живой мальчик, они создают некую учетную запись с фамилией, именем и отчеством. И с этого момента они вешают всяческий этот ярлык на живое существо, на живого мальчика. И они превращают его буквально в учетную запись ребенка. после этого родителям выдается свидетельство о рождении, где прописано уже фамилия, имя, отчество. Там слова уже живой, живорожденный и доношенный мальчик там отсутствуют. Там, там наоборот, они делают приставки гр. гр. Что такое гр. Не ясно совершенно. Но скорее всего это не имеют в виду гражданин. То есть именно там в ЗАГСе создается так называемый гражданин. Именно там регистрируется гражданская смерть. Именно там выдаются свидетельства о смерти именно гражданина, неживого мужчины. Обратный процесс происходит ну примерно так же. Когда человек умирает, ну допустим мужчина. Вот у меня отец в прошлом году помер, в первую очередь выдается медицинское свидетельство о смерти именно в морге. Я уж не помню как там выглядит, как написано, но факт в том, что там выдается по-моему на фамилии, имя, отчество да. И эту справку о том, что физическое тело померло надо отнести именно в ЗАГС. И только там выдают свидетельство о смерти. А свидетельство о смерти констатирует именно гражданскую смерть. Так вот если это все не сделать, то по факту живой мужчина уже помер, его нету. Есть физическое тело, там уже может скремировали или похоронили. А если вы не сходили в ЗАГС, то гражданин по-прежнему остается живым. Ну и паспорт то же самое. Если паспорт не сдать или не уничтожить, то по сути гражданин живой. Вот чтобы для более ясного понимания приведу пример. Вот есть фильмы шпионские. У меня был такой случай два года назад. Меня незаконно помещали в психушку. Не лечили, не пичкали, но 62 дня незаконно удерживали. И чтобы как бы убедиться в моем здравомыслии, мне устроили комиссию из 35 человек. То есть это выглядело как сцена из собачьего сердца. Так вот я вам всем говорю, когда мне говорят, что ты в психушке был. Я говорю, если бы хотя бы один из 35 решил, что я немножко ку-ку, я бы наверное оттуда не вышел. Согласны? Вот так. Я им разъяснил. Я говорю, вот вы смотрите, вот я живой мужчина. Вот у меня есть бумага под названием паспорт. Там прописано Булгаков Антон Николаевич. Допустим, я поехал в Швейцарию и там получил другой паспорт. Там уже написано по-английски Булгаков, ну там может быть это уже совершенно другое звучание, там Булгаков Антон Николаевич. Либо Антон Николаевич Булгаков в зависимости от традиции. То есть персона РФ, персона Швейцарии, плюс говорю, еще может быть персона в Китае, в Коре, в Японии там разные иероглифы, совершенно по-другому пишется, все по-разному. Персон много, а я-то один. Живой мужчина один, а персон много. Вот поэтому называется персональные данные. Это не данные живого мужчины. Это данные персон, созданных ЗАГСом. Либо паспортным столом, либо ОМВД. По сути это такие в кавычках юридические лица, фирмы. Почему капслоком пишут? Никто не задумывался? Вот в паспортах у многих. Давайте вспомним, где используется капслок, то есть большие буквы при написании чего-либо. Во-первых, это аббревиатура. Во-вторых, название кораблей сопоставимо с мазским правом. И надгробные надписи. Обратите внимание, если будете на кладбище. Это уже сопрягается с темой мертвых. То есть они заранее этот и еще в римском праве есть такие понятия, как капитус минима минимально ограничен в правах. Там медиум и максима есть. Так вот максима пишется все заглавными буквами. Вот в паспорте в бумаге под названием паспорт написано Булгаков Антон Николаевич все капслоком большими буквами. То есть они заранее ограничили и в правах и свободах. У многих мы видели документы там и советские и рэфовские, где написано не просто на компьютере, а прямо от руки из-за главной буквы. То есть они не соответствуют нормам русского языка. Вообще у паспорта РФ есть как минимум 21 признак несоответствия законам РФ. То есть что это за бумага вообще совершенно непонятно. Судя по печати, которая там стоит, маленькая штемпельная, которая мастичная, она используется только на копиях документов. Соответственно отсюда следует вывод, что паспорт РФ это не оригинал документа, это копия заверенная ОМВД. Плюс еще там по вексельному праву мы это выяснили, оказывается, что если вот почему российский паспорт, да, вот его открываешь и тебе нужно повернуть, чтобы его почитать. А по вексельному праву там четко сказано, что чья роспись ниже, тот и является владельцем так называемой долговой расписки. И вот по-моему в загранпаспортах там прям написано ПН буковки, если обратите внимание, вот в этой цифровом коде, который снизу буквально это означает, простой вексель, что-то там перманент, ноут, что-то такое. То есть они буквально пишут, что это простой вексель. Так вот, если простой вексель вы смотрите в развернутом виде, да, вот как обычно читаете, то самая нижняя надпись это владелец векселя, тот, кому должны. Но если мы поставим паспорт так, как он выглядит по обложке, то есть он вот так же вот тут вверх, вот тут вниз. А когда мы его открываем, нам его нужно повернуть. А вот если его поставить на ноги, то открыв его и прочитав, чья подпись ниже, получится подпись ОМВД, то есть они владельцы данного простого векселя. А должник всегда пишется выше. И получается любой, кто там поставил роспись, признает себя должником по данному векселю простому. Тут очень много переплетений, и мы сейчас выходим, у нас есть сериальные результаты по индосаммитным надписям по вексельному праву, по тому, как правильно, точнее, ну да, правильно заполнить протокол, так его зарядить, чтобы ни один судья его не принял, и вообще этот протокол потерялся. Уже много таких случаев, и мы знаем, что писать, как писать, где писать, каким образом писать, каким цветом ручки писать, как эту так называемую, вот любая, мы выяснили, что любая бумага, подписанная двумя сторонами и заверенная третьей, является векселем. И по сути, вот эти все протоколы, решения судей, и дела, и свидетельства о рождении, и паспорт, и любые документы, где есть печать, и две росписи, это по сути является векселями. И вот эти векселя, они, почему при оформлении кредита, они никогда не показывают это в судах оригиналы договора кредитного. Они его просто как вексель, ну мы предполагаем, отправляют в USA Treasury, по-моему, и торгуют этой вексельной бумагой, как векселем натуральным на бирже. То же самое происходит со свидетельствами о рождении. То же самое, насколько мне известно, произошло со всеми советскими паспортами, которые у нас, как говорится, изъяли по наитию, по нашему неведению. И по сути это тоже векселя. Их, скорее всего, ими торгуют. И крутят колоссальные средства, и нас держат в неведении. Вот такие картины происходят. то, что... А когда вы осознаете, что вы не бумага, не фамилия, имя, отчество, вот если вы придете в суд и скажете, я, там, неважно, фиу или иов, там, Булгаков Антон Николаевич или Антон Николаевич Булгаков, вы уже соврали, потому что вы, по сути, по факту, не являетесь именем, отчеством, фамилии. Это все равно, чтобы подойти к елке и сказать, смотрите, это, там, Иванов Иван Иванович. Те сразу скажут, ты что, кукуш, что ли? Это зеленая елка. Нет, это Иванов Иван Иванович. Вы называете зеленую елку фамилией, именем, отчеством. Так вот, если вы придете в суд и так скажете, что вы фамилия, именем, отчество, у вас сразу статус недееспособного. Тут даже разговаривать с вами никто не будет, вас просто, как говорится, по фидуциарному праву, это право попечителя. То есть, они нас, вот через эти бумаги, через вот это вот внедрение в наши головы, что мы являемся фамилиями, отчеством, либо именем, отчеством, фамилии, они нам внедрили, что мы не живые мужчины и женщины, а именно фамилиями, отчество. И когда ты приходишь в суд и говоришь, что ты фамилиями, отчество, то ты автоматически признаешь сам себя недееспособным. И они тут же берут над тобой опекунство и делают с тобой все, что хотят. И общаются с тобой как просто как с табуреткой, как с говорящей табуреткой, как вещь. И могут и физическую силу применить, и в тихушку сдать, что угодно. Вещь она и есть, вещь, что хочешь с ней, то и делай. Этот принцип вам всем хорошо известен. Вот когда вы производите уборку дома, вы же не спрашиваете каждую табуретку, там, стулу, или, не знаю, что там, диван там, или каждую тарелку. А можно я тебя помою? А можно я тебя подвину? Вы ее не спрашивайте, потому что у вещи нету своей воли. Она не может говорить. Она является вашей собственностью. Вот так же они к нам относятся. Как только вы назвались фамилиями и отчеством, вы сами себя признали говорящей табуреткой. Ну и что, что ты говоришь? Ты вещь. Я с собой могу сделать все, что угодно. Потому что ты недееспособный, ты сам себя признал фамилией, именем и отчеством. А фамилии раньше давали рабам, если вы не в курсе. А у нас с вами рода. Мы все забыли, что такое род. Мы все забыли, что такое отец, имя отца. И мы все забыли, что такое живой мужчина. Муж, точнее. Вот многие приходят к тому, что даже есть видео в интернете старую библию кто-то нашел. Там говорится, что раньше не было ни мужчин, ни женщин. Там писалось именно муж и жена. Мужей и жены. Вот так. А вот это чина, но потом как-то появилось. Не знаю почему, с этим еще разбираемся. Так вот, первым делом, как только вы проводите вот эту линию четкую, что есть персона, есть персональные данные, которые были учреждены родителями, которые были созданы именно в ЗАГСе, которые существуют только в виде бумаги. Вот многие так и приходят в этот так называемый суд, им говорят оденьте маску. Люди берут просто, живой мужчина достает паспорт, надевает на него маску, на паспорт и говорит, все, я надел на персону маску. Вот это гражданин, вот гражданин обязан по закону носить маску, ну, с ваших слов. Вот я надел на него, все. А я-то живой мужчина, а живых мужчин нету вообще ни в одном законодательстве Российской Федерации. Вы почитайте Конституцию РФ, Уголовный кодекс, процессы, там, ГПК, любой кодекс, возьмите, вот, я с этого и начал. Я сам залез в Конституцию, скачал ее в электронном виде, нажал пояс, нету там мужчин. Ну, нету. Кто же за самые ГПК, УПК, по поводу мужчин там ничего не сказано. Там только граждане, физические лица, человеки, и, кстати, у них у всех вот три группы, три, это, скажем так, три статуса. У них у всех разные права и разные обязанности. Можете убедиться. Это все разные понятия. Кажется, это все одно и то же, но это все разные. И вот тут срабатывает принцип самоопределения. Ты сам определяешь, кто ты. Если к тебе обратились как к физическому лицу и сказали, вы физическое лицо, фамилии, имя отчества назовите, и как только вы сами себя признали физическим лицом, как только назвали фамилиями отчества, все, у вас уже статус совершенно другой. А если вы сказали, у меня нет фамилии, ни имени, ни отчества, я же мой мужчина-хозяин имени Антон. Все, провели четкую линию. А есть персона, Булгаков Антон Николаевич, так вот я соучредитель и благополучатель данной персоны. А другой соучредитель у МВД либо у ФМС с другой стороны. То есть, это совместная бумага, простой вексель, юридическое лицо, совместно созданная бумажная фикция в виде персоны, так называемая маска, личность, физическое лицо, гражданин, и то, у которого нет гражданства по законам РФ, потому что он не проходил, он в принципе не может пройти процедуру гражданства, приобретения гражданства РФ. Но если ты это признаешь, то ты сам это все легализуешь. Так вот мы проводим, живые мужчины и женщины, четкую линию. Есть я, живой мужчина, а есть персона. И мы четко говорим, что без моей воли, а воля живого мужчины неприкосновенной, является высшим по, вот, есть в Конституции, точнее была в Конституции РФ, такая строка, не помню какая, статья 67-я, что ли. Ну, неважно. Там сказано, что на, если международные договора противоречат Конституции РФ, то применяются международные договора и соглашения. Так вот, на Конституции РФ, на международном уровне, есть очень множество прав. Ну, римское право, каноническое право, фидуциарное право, естественное право, божественное право. Их там очень-очень-очень много. И там все расписано. Кто что может делать из должностных лиц, кто не может. Почему воля живого мужчины неприкосновенна, как создаются все эти персоны, как взаимодействует это все, как нужно общаться, вести себя, и какие цвета даже чернил использовать, все там расписано. Там вплоть до того устройство атомов и т.д. Эта информация есть, ее нужно изучать, мы ее изучаем, немножко применяем. И есть очень хорошие результаты. Не только у меня, очень большого количества людей. То есть, если три года назад все крутили виска и говорили, вы что, совсем ку-ку что ли, какие-то тут живородящие нас тут называли. Потом, как выяснилось, мужчины-то вообще не могут рожать. А в итоге сейчас всем, кто так обзывался, я приношу форму номер 4 из ЗАГСа. А там четко написано. Ребенок первый, живорожденный. То есть, это юридический термин из ЗАГСа. Вот, смотрите, я никакой чушь не несу. Ваша же система говорит, что живорожденные есть. И вот, когда вот это все показываешь, рассказываешь, раньше крутили виска. Сейчас эта тема очень быстро набирает свои обороты. Потому что мы добрались до конкретных практических результатов. Когда черные мантии просто вынуждены терять протоколы, терять дела, терять материалы дел, не принимать их, а отклонять. Если даже приняли, пишется воля изъявления со словами «Я хочу», именно так проявляется воля живого мужчины. Прямо так и пишем «Воля изъявления», а внизу, в так называемой просительной части, пишем «Я хочу, чтобы дело было прекращено по таким-то, таким-то основаниям». Им деваться некуда. Они обязаны, на них наложены голосальные, гигантские обязанности, согласно вот этим всем правам, которые намного выше, чем Конституция РФ. «Я не обязан исполнить волю живого мужчины, между которым и Творцом нету посредников». Мы так и заходим, говорим, «Я живой мужчина, хозяин меня Антон, между мной и Творцом нет посредников». По кону воли я хочу, чтобы было вот так вот и вот так вот. Все, им деваться некуда. На то моя воля. Они же как, вот эти черные мантии для чего нацепили, с белыми воротничками? Они же строят из себя посредников между Творцом и, ну, смотря кто придет. Если живой мужчина, то между живым мужчиной и Творцом. А вот если ты заявляешь, что между мной и Творцом нету посредников, то по сути, вообще мантик должен снять и уйти оттуда. Зачем мне судья какой-то, если я напрямую Творцу, как говорится, доверяю? Вот такие чудеса происходят. И я знаю человека, который заставил одного и, скажем так, черномантийца снять черную мантию, точнее, выйти из зала в черной мантии, там ее снять и зайти уже без черной мантии. У меня так еще не удавалось, но я думаю, все еще впереди. Вот такие дела происходят. Так, ну, дальше не знаю, я как бы основные такие вещи накидал, дальше давайте в живой общаться. Или могу вопросы зачитать из чата? Можно вопрос? Слушаю. Подскажите, пожалуйста, по воле изъявлению человека, себя, как женщина или мужчина, вот какие-то более конкретные шаги, вот как примеры взять, как его написать, как туда, что вписывать? Ой, а что, микрофон отключили? Нет, нет, я не отключал. Чего еще раз? Что туда вписывать, Оксан? Да. Что туда вписывать, а дальше? Что-то она исчезла. Ну, просто пример вот такого заявления можно? Ну, давайте, сейчас покажу. Расшарить экран могу же, да? Ну, демонстрацию экрана если включить. Сейчас, секунду, открою. Ну, вообще, ты дашь нам, да, шаблоны какие-то? Да, запросто. Вон, вы можете зайти на, так, ВКонтакте, основная информация постится, это Сургутнадзор и на Ютубе под каждым видео, если есть какие-то документы, там видео выложены. У меня больше 300 видео за последние два месяца именно по теме живых, то есть там и походы в так называемые суды, и ответы на вопросы, и прямые эфиры по 5-7 часов с ответами на вопросы. То есть здесь я вам кратко все излагаю, а там все подробно и, ну, все разъясняю. Ну, в качестве примера давайте покажу. А скажите, у вас на скольких страницах воли изъявления? По-разному, в зависимости от того, чего я хочу, какие обстоятельства. Видно? Да, да, все хорошо. Ну вот, живой мужчина с именем собственным Антон, по отцу Николаевич, в роду Булгаков, коренной житель по рождению. Дальше идет двоеточие, после двоеточия истина идет, тут перечисляется, опять же, так называемое отчество, род, собственностью в виде имени Антона Николаевича, Булгаков, в кавычки ставится, чтобы обозначить персону, это и офф, так называемый, это и есть персона, учетная запись, собственник персоны, уже конкретно говорю, что это персона, Булгаков Антон Николаевич, генеральный распорядитель, это из, не помню, какого права, но это из канонов, учредители, бенефициарий, вот бенефициарий надо будет убрать, это уже осмысление, с каждым днем приходит, и все буквально на ходу меняется, бенефициария может относиться только к лицам, кстати, слово лицо, вот оно тоже означает маску, физическое лицо, равно персона, равно гражданин, ну и т.д. Управляющий делами физического лица, известного как, а вот это уже как написано в паспорте, персона, ну а дальше почтовый индекс, кстати, у Ерефии почтовые индексы не такие, как у СССР, СССР относится к суше, а Ерефия мы знаем, что она действует по морскому праву, и вспоминаем, как кто-то там на батискафе плавал на континентальном шельфе, на самое дно поставили они флаг, вот они из-за этого и поставили, они застолбили территорию именно по морскому праву, на дне континентального шельфа, а если мы зайдем в КРФ, статья 67, по-моему, наверное, не все знают, я быстро покажу, читаем внимательно, если кто не вчитывался и не знает, статья 67, пункт 2, Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, континентальный шельф, если вы найдете определение, это территория на расстоянии 200 миль от береговой линии, то есть это дно морское или океаническое и в исключительных экономических зонах. Если вы не живете в исключительной экономической зоне Российской Федерации, то как вы можете жить на дне морском, вы мне можете разъяснить? И поэтому, когда живые мужчины и женщины приходят в так называемые суды, они четко заявляют, а вы тут вообще никто, и звать вас никак, мы сейчас находимся на суше, а ваша юрисдикция распространяется только на дно морское и на исключительные экономические зоны. Так, ну вернемся к воле-зявлению. Это вот связано с индексом, то, что я рассказывал, потому что мы сейчас ищем индексы, которые были вот в Советском Союзе был 626, то есть это индекс суши, а в Ирефе это уже 628. Казалось бы, какая-то мелочь, а правовое поле уже совершенно другое. Право суши и морское право, они имеют совершенно разные подходы, права, обязанности и т.д. и т.п. Это тоже надо все изучать. Ну а дальше вот воле-зявление. Это я задаю 4 вопроса так называемому суду, является ли он суверенным, имеет ли безграничную ответственность. Ну а дальше, ну буквально, я хочу, чтобы с момента получения данного воле-зявления ответы на вопросы были даны в писанном виде, ну и т.д. А дальше прописываем так называемые закрывающие записи. Это и ЮЦЦ тут использован, универсальный коммерческий кодекс, то есть вот, который как раз по морскому праву, по коммерческому праву действует. Так называемые аферты здесь использованы, то есть мы отрицаем любые аферты без акцепта. Без оборота на меня это уже вексельное право, без оборота на собственность и имущество это уже естественное право. Нет контракта и все остальное, ну это вы, наверное, уже видели. Ну в общем, я вас не признаю, у меня с вами контракта нет и сохраняю за собой все права. А в случае невыполнения взятых вами на себя обязательств, ваше действие будет расцениваться как мошенничество. Есть такой канон, который гласит, что любое должностное лицо, увлеченное в мошенничестве, само изнищетожается. И вот я еще не тестировал, но я попробую, наверное, потестировать в скором времени именно с черной мантией. Я попробую сказать, что ваши действия похожи на мошенничество. Не посмотрю на ее реакцию. По идее, она должна просто самоудалиться, как говорится, из зала или мантию снять, не знаю. Ну, это все тестируется. Я практик, я стараюсь это все на практике проверять. на вопрос ответил? Дальше вопросы? А это должно быть обязательно красной пастой написано, да? Цвет красный это приказное право, то есть я приказываю. фиолетовое действует только мой закон, синий это морское право, это когда заключаются договора, черное вообще ничего не значит, пустышка. то есть почему везде требует именно синий либо черной ручкой заполнять? Потому что вы, по сути, создаете вексельное право. Вы буквально, не вексельное право, вы простой вексель создаете, подписывая любую бумагу синей ручкой. Они просто ниже ставят роспись и все, и простой вексель готов, где тот, кто выше стоит, это вы, это вы должник. И по сути, это долговая бумажка и есть та самая ценная бумага, то есть та самая денюжка. Не бумажный суррогат, денежный суррогат под названием билет Банка России. Это уже давно доказанный факт. То есть это не денежная единица, это не платежное средство, это бумажный, это денежный суррогат. Билет Банка России. А на сам, настоящие ценности, вот они гуляют в виде простых векселей. Те самые бумаги, которые вы везде всегда подписываете. То же самое согласие на обработку персональных данных. согласие там на вакцинацию либо поход на выборы. Везде, где вы ставите роспись, создается ценная бумага, которую они, как говорится, имитируют, выпускают и запускают в торговлю на биржах и т.д. и т.п. Вот это и есть самые настоящие деньги. Так, а как остановить демонстрацию? Алло. Антон, там наверху у тебя завершить демонстрацию. дистанционные дополнительно записывать, оптимизировать, копировать. Не вижу. А, во, нашел. Красный. Все. Друзья, давайте так, Юлия хочет, да, спросить. Да, у меня вопрос. Вот, говорится, что у живых прав больше. Вот я сегодня была в Сбербанке и, соответственно, открыть счет дебетовый или кредитный можно только на паспорт Российской Федерации. Вот живой вы придете, вы не можете открыть счет, правильно? То есть, где хваленые права живых, если мы даже счет в банке открыть мы можем. Это первый вопрос. Так, давай я на него сразу отвечу, а то я потом забуду. Смотри, все верно, живых мужчин и женщин система не видит. Это на самом деле так, потому что ни в одной юрисдикции, они там не прописаны нигде. Ни в Конституции, ни в Уголовном Кодексе, нигде вы не найдете живого, даже вообще просто мужчину и женщину. Их там нету. Поэтому они говорят, покажите паспорт, покажите документ, удостоверяющий личность, то есть маску, персону. Личность именно произошло от слова личина, то есть маска. И соответственно, любое взаимодействие системы возможно только через эту маску. Это маскарад натуральный, вот это как говорится, вся жизнь игра, вот они буквально, они везде об этом говорят. Вся жизнь игра. И вот в этот... То есть по факту, по факту живой не может открыть, например, мерсчет, правильно? Живой не может купить билет на самолет, как живой. Ну вот просто может. Может. Покупают и путешествуют. Посмотрите. Вы лично это делали? Подожди, не перебивай, пожалуйста. Нет, я лично еще не делал. У меня просто руки до этого не доходят. Но я точно знаю, мне присылают множество примеров и доказательств. Билеты, какие документы при этом используют. То есть живой, мужчина и женщина, они в принципе могут как суверены, как независимые самодержавцы. Вот раньше все были самодержавцами. Каждый сам себе был хозяин. А потом они начали вот это холопство придумали, рабство и т.д. и получается у нас государство над словом государь. И получается все, кто граждане, они по сути холопы. Все, кто признает себя гражданами, они по сути холопы. Соответственно, чтобы чей-то холоп поехал в государство другого холопа, ему нужно какой-то документ доверительный выдать, правильно? Чтобы идентифицировать. Это мой холоп. И, как говорится, это моя корова, и мы ее доим. А вот когда ты осознаешь сам себя сувереном, самостоятельным, ведь есть же всякие племена пуштунов и так далее, которые вообще не признают ни документы, ни паспорта, ни полицию. Они сами себе хозяева и сами приоружие всегда. Так вот, Николай Буров из Белоруссии, он даже создал, они совместно создали свое государство. И он давно, еще два года назад, мы с ним разговаривали, он сам себе выписал документы, сам их пронумеровал, как посчитал нужно, и по этим документам путешествует. Сначала на автобусе, потом на поезде, потом он пересек границу. То есть не только вышел из Белоруссии, но и зашел в другое государство. Но он очень, как говорится, юридически грамотный и очень мощный правовед. А есть люди, это было два года назад, сейчас мне присылают примеры, где... Милия! Простите, простите. Бывает. Так, мы все здесь, не волнуйтесь. Так, мне сейчас присылают примеры, когда люди создают общины. Вот сейчас все приходят к общинам, потому что община, она является надгосударственной структурой, ну, в кавычках структуры. Потому что община, созданная именно живыми мужчинами и женщинами, это вообще международный, ну, можно сказать, планетарный уровень. Потому что истинные хозяева Земли, по всем, даже по Библии, это вот именно мужчины и женщины. И когда общину создают живые мужчины и женщины, они им вправе сами себе и вести и собственный реестр бракоразводов, и собственный реестр учета автомобилей, и госзнаки сами выдавать, и учет рождения там смерти, и домовая книга, и учеты, и даже банки свои создавать. Про банки не знаю, но, наверное, могут. Потому что все возможно. А вот то, что они создают свои собственные документы, это я видел. И по ним путешествуют. И мне билеты, у меня уже множество примеров. На вопрос ответил? Ну, да, интересно участникам послушать. А насчет генетического паспорта, ДНК. Вы говорите, система не видит живых. То есть получают люди генетические паспорта, в которых написано живой мужчина с именем собственным таким-то. Вы себе собираетесь такой паспорт делать? И не считаете ли вы, что он вам поможет в системе лучше чувствовать и с системой взаимодействия? Вопрос ясен, отвечаю. Смотри, я вообще изначально, когда с темой живых познакомился, я для себя решил, что я буду стараться действовать живым словом. То есть я себе ни одной бумажки по теме живых еще не сделал. У меня ситуация, как у всех, обычных 99,9% так называемых кавычках граждан, физических лиц Российской Федерации. У меня есть бумага под названием паспорт, но у меня просто совершенно другое сознание, что это такое и как этим пользоваться. У меня есть четкая линия разграждения. Вот там паспорт, а вот это я. Соответственно, я стараюсь действовать живым словом. По поводу многие, тут же каждый сам себе на уме, как говорится, сам себе суверен, сам себе по принципу самоопределения. Кто как хочет, так и называется. Одни называют себя человеками, другими мужчинами, другие называют суверенный советский человек, что-то такое. Такие винегреты, и когда с ними начинаешь разговаривать, некоторые осознают, некоторые не осознают, что они говорят, потому что до каждого слова можно докопаться, до смысловой нагрузки этого слова. Так вот, в теме живых это очень разнообразная тема, и по сути, каждый сам по себе, но все движемся в одном направлении, в сторону воли и счастливой жизни, скажем так. По поводу ДНК паспорта, я стараюсь ничего не использовать, все, что связано с кровью. То есть в теме живых есть, некоторые ставят печати, некоторые ставят роспись, некоторые ставят автограф, некоторые ставят подпись, это совершенно разные вещи, автограф, роспись и подпись. Некоторые ставят печать там свою делают, а некоторые ставят отпечаток большого пальца ну это как по канонам в канонах прописано что наивысшей печатью по моему мужчины и женщины является именно отпечаток большого пальца или там нескольких пальцев я уже не помню на перечитать вот я стараюсь свои отпечатки нигде не оставлять ну потому что мне изначально какое-то отторжение пришло по этому поводу а уж тем более там протыкай себе палец и делать это именно кровью но многие делают это именно чернилами там либо ручкой черкают потом моют делать это кровью тем более не хочу терять свою кровь кровь по сути это душа то есть это жизненная энергия и терять свою кровь и у меня нет желания по поводу днк вообще я эту тему давно услышал примерно полтора года назад но я решил подождать понаблюдать мне как бы делов о выше крыши я стараюсь во первых 7 раз отмерить потом что-то сделать а потом как говорится 77 раз примериться к тому чтобы что-то сделать а потом уже только сделать ну принцип такой примерно так вот я ждал пока буду первые результаты поэтому днк и во первых у меня было отторжение что не надо никому своя днк как говорится отдавать тем более опять протыкать свое тело чтобы кровь забрать и и т.д. и т.п. так вот мне однажды скинули примерно ну даже несколько примеров и таких так называемых генетических паспортов это когда живые пытаются как говорится нести себя в реестр системы как живых но когда мне прислали примеры вот этих паспортов я ужаснулся потому что там написано живой мужчина там хозяин имени такого-то внесен в реестр лиц то есть внесенный в реестр лиц а лицо это маска лицо это персона то есть его внесли как персону это секрет нет пишут некоторых пишут в некоторых нет вот кто посообразительнее они свои собственные бумаги составляют кто на самом деле самодержавец самостоятелен суверен вот тот никогда не используя чужие бумаги вот когда это ну простейший пример когда мне тут когда 13 дней назад пытались четвертый раз дать психушку я то я там разъяснил им сказала не ну все ясно короче оснований нет пиши отказ и подсовывает мне эти квиточки их не бланки ягра зачем вы мне свои бланки давайте чистый листок я сам от руки напишу я дееспособны я могу сам составить свой собственный документ они мне выдали красную ручку по моей просьбе то есть я не просто волеизъявления миши и приказ написал а там я четко написал требую незамедленно я хочу чтобы меня немедленно освободили отпустили на волю и запрещали обои медицинское вмешательство ну что такое в этом роде но есть это 40 копия красной ручкой нарисовал не закрыл на саммитной записью там правом нижнем углу то есть за собой оставил это требование кредитора скажем так вот и соответственно если вы за когда-либо это очень опасная тема по поводу днк паспорта я вот к чему веду будьте осторожны не присылали именно те документы которые система подсовывает так называемым самостоятельно в кавычках живым которые ведутся на вот эти разводки системы им подсовывают бумаги они не читая расписываются сдают кровь а потом ужасаются от того что там написано когда это увидел я перед правил на одну сообщил у хозяину вот этой бумаги горю ты точно читал что там написано что внесли в реестр лиц с днк причем то есть уже не открутишься ну и все он тоже ужаснулся по идее нужно составлять свою бумагу собственную вот есть те кто так делает вот у них ну я не знаю по идее не должно быть проблем они четко за они не просто делают генетический паспорт то есть сопоставляют ну это как получается привязка именно душа же в теле и днк в теле и когда вы вот это днк прописывать заявляете системе что это не персона вот с этим днк не вещь не табуретка говорящая а именно живой мужчина вот именно с этим днк вот тогда по идее в этом реестре все должно быть четко зафиксировано что да действительно пришел живой и способный мужчина составил свой собственный документ предоставил кровь своего собственного физического тела добровольно по своей воле и пожелал сообщить об этом своей воле системе и по идее система должна зарегистрировать его к именно как живому мужчину дееспособного на вопрос ответил да на этот вопрос я так поняла что вы пока не планируете себе я нет я нет я сто раз померяю потом что-то сделаю вот смотрите еще вытекающие отсюда же тогда получается вопрос то есть вот вы себя системе называете живым но система вас хватает тащит в кутузку несмотря на то что вы себя изъявили живым тащит в психушку и так далее то есть получается что опять-таки техническом плане все равно они не хотят ничего слушать про живых меня брали в полицию за то что я отказалась в ашане маску одевать и я им везде говорила 6 часов меня держали я живая женщина фамилии имя отчества не скажу они мне говорят уважаемая живая женщина пройдемте писать протокол мы вас нашли здравствуйте архарова юлия знаете даже срать они хотели на то что ты называешь себя живым человеком подожди подожди а ты когда когда они тебя назвали архарова и ты чё я не архарова идемте идемте нас куда метри по фотографии нашли из лечили пройдемте по биометрии то есть они на телефон сфоткали и все они взяли видео с камер наблюдения в ашане даже так до сейчас такая система у меня там знакомая работает и она мне горит юль да у нас вся рязань в камерах и все лица сейчас сплошная биометрия поэтому как бы даже ты можешь не говорить ну свои паспортные данные они тебя все равно пробивают свое физлицо по паспортным данным и после этого подали в суд ну я там сто две аферты писала в результате сейчас сделал закрыли просто они им отправили но то что вы говорили в самом начале я полностью ваши слова подтверждают то есть судья отписку написал и обратно им этот протокол отправил подожди 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 по протокол ты как заполнила ты там чего заполняла я отказалась от росписи и когда мне из полиции прислали протокол я его отослала обратно сказала что не акцептирую не получено прям на этом квиточке персона не найдено без оборота на меня и т.д. и т.п. я с регистрации сняла свое физлицо еще в ноябре она по факту на моем адресе не проживает вот еще это с чистой совестью как бы сделал ну так или иначе то есть опыт тоже такой молодец но говорить даже вы мне говорите да все равно хватают под руки белые и дальше подожди я по это ясно вопрос сейчас попробую ответить значит так система действует как говорится как гордый ежик пока не пнешь не полетит так вот в ее не надо пинать ее надо наоборот учиться с ней взаимодействовать и скажем так когда полтора года назад в екатеринбурге я вынуждена путешествовал по стране потому что мне дверь квартиру вынесли вот она кстати да я вынуждена полгода путешествовал по стране и там пришлось заступиться за женщину и понеслось там судебные приставы судебные тяжбы ну короче мне пришлось часто ходить так называемые суды и дам приставы они поначалу меня просто ненавидели какой-то пришел этот живой мужчина тут еще и что-то качает и это каждого пытается тут что-то назвать как-то непонятно короче они меня провоцировали по всячески и толкали и пичкали там и очень злобно относились но через три месяца моих почти каждодневных посещений данного заведения путем живого слова без предъявления какого-либо документа который говорит о том что я живой до действует только вот через эту персону под названием паспорт мне удалось на такой уровень общения выйти шум и там как лучшие друзья общались ржали анекдоты рассказывали то есть именно через живое слово мало осознать себя живым это первый этап второй этап это надо научиться вести себя как живой именно как живой мужчина кто такой живой мужчина вот определение слова живой тот кто живой это тот кто постоянно меняется и сама развивается все что сама развивается и постоянно меняется это живое вот растение она растет она развивается но сама это постоянно развитие идет меняется меняется и развивается вот оно живое соответственно нужно постоянно всему и всегда учиться я раньше у меня были враги раньше у меня были соперники раньше ими именно боролся раньше я именно воевал а потом я осознал что нету ни врагов не там не борцов не ринга не татами не кимоно и ничего такого а есть учителя и ученики причем одновременно вот мы идем на встречу с губернатором у меня там это соратник говорит чё пойдем это вот гадину там то да все игры стоп остановись мы куда идем на урок к великому учителя она мой великий учитель я еще ни разу никогда не общался с губернатором я хочу научиться этому я пойду и научусь этому как разговаривать губернатором я научился я для нее был учитель потому что она ни разу с такими не разговаривала она для меня и наоборот и я в нее учился она у меня учитель ученик одновременно в обе стороны вот такой принцип подход должен быть и это к чему говорю к тому что до тебя схватили дать против тебя беспредел но ты воспринимает а как урок как проверку на твой статус живой женщины будешь ли ты себя вести в данной ситуации как живая женщина или ты поведешь себя как элементарные там и не знаю самка обезьяны или говорящая табуретка женского рода или пола пола точнее да так он мне одевали два пакета на голову в наручниках за спиной пытали электрошокером избивали по обоим бокам я падал со стула я вставал выходил и говорил благодарствую вот это называется живой мужчина в здравии и совершенно соображающий чем делает и как он делает я позже вот этот принцип благодарности благодарствие точнее вычитал в канонах там по моему в божественном праве последней странице написано наивысшим проявлением веры является благословление и она возвращается в той же мере к этому к вы к тому кто его высказал либо к его рост этим наследником и тут же обратный пример приводится любой на и худшим проявлением веры является проклятие тот кто проклял проклятие не может быть снято она может только быть возвращено когда созреет именно тому кто высказал и либо его наследником то есть это буквально означает если ты про кого-то сказал подумал либо какое-то действие там совершил и то есть негативное любое негативное действие рано или поздно созревшие вернется обратно поэтому я из своих мыслей поступков и слов исключил любой негатив стараясь исключить скажем так поэтому когда мне били пытали я выходил и говорил благодарствую на вопрос ответил благодарствую антон расскажи пожалуйста про афидевит так слово афидевит буквально означает клятвенное заверение но насколько мне известно сейчас идет версия что она вышла из морского права недавно месяца два или три назад я смотрел старый какой-то не советские а американский фильм про трибунал где-то 46 47 года когда нацистов судили и там пришел один из свидетелей точнее не свидетели а представитель свидетеля и он принес с собой бумагу не он так прям так и зачитал афидевит такой такой-то свидетель клятвенно заверяет что он присутствовал там-то видел то-то в общем вот афидевит предъявляется суду и суд его применение бы принимает как показательские свидетельство потому что не опровергнуты афидевит так называемые свидетельства данные под клятвой опять же что такое клятва почему я не использую слово афидевит стараясь не использовать и вообще не хочу его использовать потому что это очень опасное слово потому что буквально но означает я клянусь во всем вот любая клятва любая присяга она содержит слово я клянусь и афидевит тоже по сути то есть любой афидевит он должен быть написан под присяга перед творцом а когда вы приносите клятву это буквально означает я кляну вся то есть кляну сам себя прокляну сам себя если что-то и сказанного или написанного ниже является неправдой или либо не истиной и отвечать будете перед творцом в первую очередь соответственно любая клятва любая присяга это есть проклятие самого себя если вы не исполните то что там написано все полицейские все судьи все должностные лица к на которые принимали присягу либо клялись они по сути нарушая законодательство хватая вот как только что предыдущая собеседница говорила нарушая законы все нормы права по сути сами себя проклинают а насколько я уже озвучил любое проклятие она рано или поздно вернется к нему же вспоминаем фильм ночной дозор то ли 1 или 2 часть там очень мощная зрячая зрячая она прокляла сама себя ее никто не мог найти они не могли понять кто ее проклял она сама себя прокляла и создала очень мощную воронку вот то что фильмах нам показывают там если очень внимательно приглядеться то там стопроцентная правда на вопрос ответил да я просто знаю что с помощью фидевита пересекают границы и используют его его вместо паспорта это 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 реально это возможно но к фидевиту нужно относиться очень аккуратно прежде чем как говорится его написать и запустить вход вы должны осознавать что все что там написано чтобы не получилось так что вы написали применили это все сделали совершили поступки поэтому по фидевиту а потом оказалось что вы где-то там запятую забыли или скажем так смысл подменили и или осознали что этот смысл имеет совершенно другое значение если вы начнете осознанно пользоваться этим фидевитом либо где-то всплывет что вы в этом офидевите написали неправду либо не истину либо пытались каким-то образом этим офидевитом кого-то ввести в заблуждение то вы сами себя накажете точнее ну да сами себе либо сами себя либо творец вас накажет поэтому это очень как говорится очень аккуратно с этим документом надо быть понятно там вопросы пишут в чате пролистаешь почитаешь давай так пятерочки пятерочки так антон благодарствую благодарствую интересную так а судьи мертвые или живые которые отбирают у людей жилье по настоящему значит так нет никакой несправедливости нигде никогда и ни в чем я я верующий я это точно знаю я знаю что на все воля творца и все что с людьми происходит они получают не по заслугам как говорится они получают именно те уроки которые необходимы в данный момент по запросу их не души если как только они осознают что это уроки они тут же увидят услышат и осознают что у них есть все абсолютные инструменты для того чтобы справиться с решением данной задачи данного урока ну такой ответ а по поводу судьи мертвые или живые но это не знаю вот король елена петровна вела себя как живая женщина я поэтому ей спросил говорю вот говорю у меня перед глазами живая женщина по всем признакам а вы говорите что вы должны стою лицо и фамилии называйтесь фамилии именем отчеством так вы кто говорю я говорю моя могу к вам обращаться по имени елена на грид нет значит вы еще раз подтверждаете что вы должны ставить лицо на грид да ну вот они это старается ну это тоже можно как говорится предъявить потому что ну по сути я и предъявил только так аккуратно без предъявок говорится что она выглядит так как живая женщина и ведется как живая женщина и по всем признакам внешнем живая женщина всех пытается убедить что она фамилиями отчества да еще и это при должности какой-то ну они вот всячески пытается это поймите тут действует принцип самоопределения назвался судьей значит согласно статьи пункт 54 статья 5 упк рф судья это должностное лицо полномоченная совершать правосудие должностное лицо то есть маска уполномоченная то есть у нее должны быть документы подтверждающие полномочия совершать правосудие то есть она должна доказать что она на самом деле судья по законам рф а там как минимум 18 документов она должна предоставить если она ничего не предоставила ну тогда какое доверие к нему может быть логично вот и самые сами думаете мертвые они или живые разве живой будет так себя вести так как звук включить ну наверное уже разобрались так на гробные надписи не обязательно заглавными как попросите так вам и напишут зайдите в яндекс фото наберите в поиске надгробные надписи это в россии а вы посмотрите за рубежом откуда все и пошло там в основном капс локом все пишется на надгробных надписях так профессия программиста вам пригодилась жизни на я сейчас могу очень наклепать такое и я вае action скрипт и паскаль много языков знаю и сайты создавал и программы свои писал типа google картам дубль гис и все остальное не парсингом занимался много чудил ну и сейчас вот в принципе вы занимаясь правозащиты и очень помогает знание именно компьютера потому что постоянно надо что-то сканировать печатать видео монтировать обрабатывать звук видео видео и все остальное а так еще и параллельно меня за 25 лет отремонтировано более 5000 компьютеров восстановлено а потом со счета сбился так если на телефоне то в левом нижнем углу нарисованные наушники выбираем вызов через интернет а так я не отдала свой советский паспорт молодец молодец а многие отдали а я а мы даже знаем что многие должностные лица высокого ранга до сих пор имеет на руках советские паспорта и даже как они эти партийные книжки столь как они назывались ты уже забыл партийный билет его так что они они ждут ждут а вдруг ссср 20 вернется так можно веселим закрыть коммерческий кредит безработному я кредитов не брал и как бы эту тему мало изучал вам нужно выйти на тех живых которые уже которые вот так вот в этих кредитах и насколько я знаю вексе вексе нам идут уже частые именно вот тестирование многочисленные по поводу как с помощью инда саммитной надписи перевести всю оплату на толп должностное лицо кто расписался с другой стороны народ тестирует посмотрите канал товарищ сталин 20 это андрей из города пермь вот он инда саммитную надпись конкретно тестирует так чина начинается возможно так всем добрый вечер привет попросил оставить но мне продырявили его а советский паспорт ну дырочку сделать так надо вообще не показывать его не знаю людей все так антон где можно ознакомиться с темой о которой вы говорите ну тема живых набирайте в интернете живой суде вот я набрал там 2 миллиона видео вам вам на два месяца хватит как минимум смотреть не пересмотреть а еще статьи еще множество вот те слова которые произносил аферта вексельное право индосамент каноническое право божественное право естественное право войти поисковик картинки видео все ищите читаете вам на всю жизнь хватит до сих пор разбираюсь не могу разобраться но мы так все параллельно идем и нас все больше и больше и раз нас все больше у нас на не больше и соответственно один протестировал сообщил другим уже все знают что так можно поэтому ну как говорится тема живых набирает мощь у меня у меня на канале много видео на тему живых всего около 300 видео но за последние 4 месяца именно в на тему живых так а нужно ли как-то документально через нотариусов себя делать живым или достаточно устно говорить ну про нотариусов почитайте закон о нотариате там есть удостоверение факта нахождения в живых многие так делают этим путем идут также там есть удостоверение тождественности к это когда вы печатаете там фото либо портрет либо полный рост оформляйте типа это в виде как ну выглядит как доверенность только с фото и там нотариус пишет что удостоверяет тождественность того кто ко мне пришел с фотографии которая здесь вот напечатана и по сути вот по такому документу можно и путешествовать и за границу и если переведете на английский язык также нотариально все может можете без заграна без паспорта и вот вот поэтому тождествует путешествовать по миру но опять же это регистрация в системе они там пишут они там очень любят они пишут фамилии имя отчества гражданин это и за стоит требует чтобы писали именно синий синий и черной ручкой хотя мне удавалось именно у нотариуса и красный и фиолетовый расписываться именно так как я хотел поэтому тут вы осознаете вот тоже главный момент если у вас есть воля все крутится вокруг воли если вы если у вас есть воля то вы вольный человек если у вас нет воли вам не только не то что маски и персоны вам и налоги и штрафы и все чего угодно понавешивать и в камеру по сайт и в психушку в это незаконно все зависит от воли ну вот меня в психушку помещали но не кололи не пичкали четвертый раз вот 13 дней назад отвезли и не не смогли поместить потому что живым словом сам себя стоял у меня все изъяли телефон ручку не давали карандаш не давали бумагу не давали ничего не давали только живое слово вот как говорится усы руки и живое слово все не воды живым словом сам себя стоял а потом как выяснилось они еще там пытались наркоту в мочу подлить двух свидетелей вызвать что-то там ночи много чего себя наговорили ночью меня в любом случае хотели закрыть камеру а так получилось что все участковые все полицейские все от меня отказались да ну его нафиг чувством связаться потом хрен знает него отпишешься короче все это все отказались вот так про нотариуса но там я этого не делал ничего живым словом действия с я просто я три года назад для себя поставил цель вот если вам вдруг по голове стукну вот у вас все там допустим вы набрали себе там паспорт суверена там какой-то афидевит там от нотариуса нахождение в живых там на еще и щучку ручку целый камаз у вас вот этих документов все стопудовые стопроцентные доказательства что вы живой и целый камаз таких доказательств вы идете такой по улице за вами камаз едет на на уже смешная картина годом бац по башке далее зам допустим вы очухались и стоите галышом перед стенкой и вот он перед вами автоматчики мы тебя расстреляем если не доказать что ты живы а где камаз где бумажки где ручка где бумага нет ничего есть только голос и знание вот попробуй сам себя стоять чтобы тебя не расстреляли так вот психушки по когда меня удерживали 62 дня не не то что бумагу не не и ручку не давали и карандаш не давали а в туалете даже туалетной бумаги не было вообще не на чем писать и не то что не ничем не чем извините меня и по интересу даже не чем нашел выход через живое слово сначала карандаш появился потом бумага потом ручка потом штук 20 ручек потом папка потом я вот такой вот это с офисной папкой ходил то в кодексе и все появилось и передачки пошли свидание и звонки все все наладилось вот это живое слово а вот если вы будете надеяться на бумажку от нотариуса у вас вряд ли это все получится можно еще спросить слушаю слова это но это просто обычное как-то общение да и мягко как бы ну грубо сказать да втираться в доверие но чтобы человек начал тебе доверять до или это все-таки приведение каких-то им законов и каких-то все-таки умственно доказательств что такое живое слово это это культурное вежливое общение на равных сейчас попробую рассказать ну можете у меня на канале посмотреть как я общаюсь и разговариваю со всеми совершенно одинаково один и тот же подход ко всем неважно кто передо мной полковник даме не знаю маленький мальчик или или там какая-нибудь женщина пожелать ним без разницы со всеми разговариваю одинаково на равных уважительно культурно вежливо без матов без руганий без перехода на личности скажем так если мне что-то нужно то я на этом настаиваю то есть проявляя свою волю если я вижу что человек как-то начинает реагировать негативно я останавливаюсь ну то есть реагируем моментально на каждую реакцию человека и разговоры всегда получается разные за счет того что все люди разные ситуации разные события разные погода вокруг разное время разное все разное все меняется поэтому именно вот живое слово но потому и живое потому что она подстраивается под все скажем так атрибуты события состояния и вообще все что происходит каждый разговор уникальный поэтому он живой и он строится моментально мгновенно импровизировано без всяких планов заготовок и т.д. и т.п. вот как-то так ответил на вопрос вот сейчас я разговариваю живым словом привожу примеры на литуде то есть у меня не готовился я не продумывал это я вообще сидел мантил и монтировал видео мне сергей позвонил говорит давайте это через 40 минут встречаемся но мы-то свободные слушатели а там если надо что-то доказать то в любом случае надо как пита законы все-таки в памяти это знать однозначно желательно но не обязательно у меня еще в связи с этим вопрос на самом деле тема такая настолько обширная и настолько действительно это много надо знать и законов и пересмотреть а что-то знаете по поводу даты вот марта месяца это двадцать первого года что мы как бы можем не успеть так оксана у него успеть в том плане что как бы или что-то доказать там все-все-все-все-все прекрати эту панику я сейчас разъясню стой я объявляю я я с ним вопрос сейчас отвечу вот прекращай я я останавливаю потому что сейчас ты поймешь почему темы живых я занята интересуюсь почти три года но до этого я постоянно всем всегда интересовался я читал научные статьи там всякие предсказания и т.д. и т.п. все всем интересовался так вот я тебе скажу что за последние 15 лет чего я только не слышал вот таких вот фраз все 17 марта последний срок надо всем бежать неизвестно куда неизвестно что делать но если вы не сделаете будет 7 кирдык короче апокалипсис настанет бойтесь и давайте деть что-то делать это всем это нос распространяйте делайте репосты да вы и так сделайте потому что вы уже напуганы вам страх в голову внедрили все вы это и так этот весь страх короче будете клонировать всем мозги вот и мне сейчас пыталась свой страх в мой мозг это клонировать так вот это не страх и это не про конец света о которой раньше много раз говорили да и там людей нагоняли страха я говорю о том что цифровизация сейчас произойдет настолько что мы документа документы свои никак не сделаем уже не будет этого выдаваться на руки ничего и никому все будет оцифровано только в этом лишь плане и больше никаких других страхов хорошо давай конкретно вот сейчас разберем вот это страх на самом деле или это реальная ну как скажем так называемый к не критический срок давай мне расскажи чё чё произойдет утром 18 марта я еще раз говорю я не знаю точно что там произойдет я единственное что знаю что сказали будет оцифровка и якобы вы не сможете доказать но насколько нам нужны бумажные доказательства вот это непонятно ты только что при фразе подожди ты только что перефразировала мою фразу иди туда не знаю куда ты сказал я не знаю точно но я знаю только о том что говорят о том что вот вы не успеете сделать на бумажных носителях себе документы вот и все у тебя чего нет документов на бумажных носителей но в загсе там что-то недописанное rsfcr или там что-то надо вот я до конца про загс не понимаю что надо успеть именно в загсе документ какой-то переделать но свидетельство о рождении там что-то не внесено у всех по-разному у кого-то там на национальности не внесены у кого-то рф не внесено там ли стоп стоп оксан вот тебе вопрос вот серьезно вот зачем ты говоришь о том чего не знаешь ты уже не я пытаюсь узнать спрашиваю так это или не так если смысл бежать или нет смысла узнавать и штудировать эту тему ты несколько раз сказала я не знаю наверное может быть и т.д. и т.п. вот опять вот так я тебе поясняю я даже знать этого не хочу потому что в этом посыле есть конечный срок еще раз повторяю в эту в эту новость в эту в эту в эту дату вложено ну буквально с вас со всех собирает гавах так называемый ощущение страха вы поймите что везде во всем нужен баланс так вот так называемые темные силы если они существуют конечно у них скорее всего возник дисбаланс в темные в темные скажем так энергии и чтобы стабилизировать либо перевесить на свою сторону они вот такие вот мысли внедряют какими-то датами сроками 2012 год и апокалипсис и все остальное срочно надо бежать особенно любят бюджета одного гражданина под конец года или начало года и т.д. и т.п. я за 15 лет таких вот историй слышал миллионы и постоянно кто-то звонит пишет присылает что надо срочно то-то то-то сделать непонятно зачем но надо всем слить и срочно иначе кирдыкся я сразу вижу что там страх зашит эта попытка спровоцировать на страх я эту попытку твою пресекаю в отношении меня и всех остальных а ты все равно и навязываешь через слово не знаю вот неизвестность она тоже пугает вот тебя запугали неизвестностью ты не знаешь что там будет но дату знаешь все привязка есть якорь есть нлп знаешь что такое не скажу точно не расшифрую нейролингвистическое программирование через определенные слова там ставится якоря через страх через опасение через инстинкты на можно заставить человека сделать определенные действия меньше меньше года изучая документы поэтому дата она естественно на светится в интернете поэтому бы такой вопрос и возник это же не говорит обязательно о том что это страх сумасшедший прямо из-за этого вот я тебе расскажу что я знаю про эту дату я поняла вашу позицию да нет нет еще не ты не знаешь мои позицию в основном да ну я еще те не рассказал что я знаю про эту дату а про эту дату единственное чем не известно что 17 марта 2021 года заканчивается 100 летний траст что-то там сссеров что такое вот тоже до конца не знаю вот и все окончание очередного траста 100 летнюю и чё там надо бежать куда-то успеть что-то какой-то загс зачем благодарю я поняла я хожу загс тогда когда мне нужно когда я захочу они тогда когда меня запугали ясно да все понятно но связано с активами граждан с ссср наверно с этим слушайте вам никто никогда не даст добраться до активов ссср и до этого своего там этого безличного металлического счета вы через эндосаммитные надписи можете пересылать все претензии которые к вам предъявляются точнее к вашей персоне на этот счет то есть возьмите вот там у такой-то персоны у нее там почти бесконечный счет все но наличку вы это никогда не получите поэтому бегать за так называемым нулями без единички которые вам никогда не достанутся я не вижу смысла я не хочу свою жизнь тратить на нули и на дырки от бубликов я хочу трудиться во всеобщее благо чтобы мы все с вами же стали жить намного лучше не за счет нуликов которые где-то там за счет ссср и кем-то заработанными что-то сделал когда-то кем-то созданные вот так вот раз и взять и получить наследство на халяву вот я добрался все я хочу сам свое создать что я и делаю я снимаю видео я занимаюсь правозащитой мы сейчас с вами создаем новый уникальный продукт я не знаю как он будет называется ну вот зум-конференция я отвечаю на ваши вопросы я создаю я создатель в данный момент вместе с вами мы с вами вместе создаем уникальный продукт не продукт как я не знаю ну видео которое будет интересно всем которое кому-то будет принесет пользу логично а если мы сейчас начнем вот эту дату рассматривать через страх на по идее надо всем разбежаться и срочно эту тему изучать и за этими нулями гнаться и хрен с ней с этой темой живых кому она нужна давайте за ноликами гнаться может догоним один хотя бы одну эту дырочку от бублик это смысл ясен тут несколько раз задают вопрос по им до саммитные надписи сейчас доберусь я читаю да так где можно скачать этот файл какой файл уточни воле изъявления куда там про воле изъявления наверное как раз мы в это время говорили все секунду друзья давайте так после вебинара мне напишите вконтакте явление я сейчас покажу подожди сейчас сейчас покажу все видно так канал сургутнадзор на ю тубе прямой эфир от 16 числа 16 января вот он здесь комментарии под видео есть видео про индосамент то есть четыре видео посмотрев которые вы поймете что такое общение да сами и файл на 80 на 85 страниц с полным текстовым описанием очень хорошим с картинками с примерами что вообще такое да сами ты как его применять так по поводу воли изъявлений да так а ну там же поэтому под любым видео вот последние берете в описании есть ссылки на пакет бумаг для суда по теме живых есть про слово благодарствую ссылка есть про слово заявление почему его нельзя использовать про подпись росписи автограф чем их отличие разделенную универсальную печать которую я использую как правильно общаться на ты или на вы ну и многие другие статьи есть вот если перейти по ссылке вконтакте также есть telegram заходите смотрите кому надо обращайтесь в личку подскажу где найти на вопрос ответил думаю да так вот там где я указывал там пакет бумаг для суда по теме живых вот там воли изъявления все правда они там на тот момент на по моему 2 декабря написано еще за первые там с ошибками последние то есть там документов где-то двадцать три что ли двадцать три бумаги так вот последние там за там идут с единичка это то который на первом заседании использовал с двоечкой на втором так вот ко времени второго заседания уже пришло осознание что обязательно нужно использовать слова я хочу то есть конкретно проявлять свою волю ходатайство это официальная просьба по любая просьба может быть отклонена без объяснения причин поэтому ходатайство нельзя использовать слово нельзя использовать слово просьба потому что она будет отклонена без объяснения причин и нельзя с использовать слово требую либо требования то есть это требование это настоятельная просьба соответственно вот это все если вы скажете ходатайство просьба или требования то вы по сути проявите свою волю примерно таким образом я хочу чтобы вы это сделали чтобы это было сделано но если это не будет сделано ну и ладно вот это ходатайство просьба требования а если вы четко говорить я хочу чтобы было сделано так все . то оно и должно быть сделано так есть множество видео и мне народ подтверждает вот эти слова я хочу они очень большие чудеса творят попробуйте протестируйте где угодно как угодно когда заходишь магазин те горят а где ваша маска ты горишь а я хочу без маски не происходят чудеса потестируйте так можно ссылку на ваш канал сургут надзор 2 в ю тубе поиск в помощь так здравствуй а где без обозначено что и рф зарегистрирована на шлейфе не на шлейфе шлейф это совсем другое шельф континентальный шельф и не зарегистрировано а юристик это в конституции прописано юрисдикция российской федерации распространяется на континентальный шельф и какие-то там особые экономические зоны открывай 67 статью конституции рф и перечитай внимательно несколько раз часть 2 на так антон здравствуй а вы есть века я тут один давайте на ты лучше есть конечно тоже сургут надзор давайте покажу чё друзья я все ссылочки на канал на youtube на века антона все дам под видео ну одно дело дать другое дело учиться самостоятельно искать потому что я вот никому не не то не обращаюсь ну стараясь не обращаться ни по какому поводу если мне нужна какая-то информация я в первую очередь сам ищу заходите в контакт пишите сургут надзор все вот она слушаю владимир резан антон правильно я понял что мы должны создавать общество живых людей как чем больше тем лучше но с этой точки зрения я могу так сказать что такое общество есть как я понимаю именно живые люди находятся в детском саде у них нет авторитетов они сами рисуют себе паспорта они разговаривают со всеми нравными и они счастливы абсолютно и они все равны перед воспитателем да и перед всеми так что нам надо вот как ну в принципе так я христос и говорил будьте как боги как дети поэтому ну как же теперь надо смотреть на детей чтобы как-то вот учиться жить переучиваться что быть проще вот ты мне нравишься тем что ты да ты очень простой такой живой человек но вот волеизвлияния что ты предлагаешь там каждое слово что-то значит и в нем в нем надо разбираться и это очень сложно для начала по крайней жизни как быть простому человеку вот ты очень образованный начитанный и грамотный человек но как бы всем остальным то стой да я отвечу я неграмотный у меня по русскому языку по сплошные тройки было были я и юридически совершенно безграмотный я у меня по образованию инженер-физик поэтому если ты увидишь у меня там на странице какие-то супер-пупер юридические документы на 40 70 страниц то это я не родился таким я стал таким это называется самовоспитание самообразование дальше ты говорил про что там про грамотность начитанность я за свою жизнь прочитал максимум 10 книг максимум честное слово из них собачье сердце мастер и маргарита русь изначальная ну может еще пару этих художественных книг а все остальное это техническая литература в основном на английском языке то есть языки программирования все больше на бумажном носителе я ничего не читал все остальное находил в интернете вот мне нужна отчета какая-то конкретной информации я заходил в этот youtube яндекс набирал выбирал картинки видео смотрел изучал слушал читал и все остальное самообразование называется по поводу каждое слово надо изучать так я с этого и начинал я как только посмотрел вот это видео там про тему живых я осознал что каждое слово имеет значение каждая буква имеет значение и потом мы это на практике убедились что к вот в так называемом театре под названием суд у там действительно каждая буква каждый вздох каждая буковка имеет значение там одно лишнее слово и все и ты сам на себя налепил статус либо это с тобой либо как говорится либо пан либо пропал поэтому начинать нужно именно с изучения слов смысла слов чем подпись отличается от росписи чем почему автограф где их можно использовать в чем в смысл вообще этого слова почему слово заявление нельзя использовать что такое ходатайство что такое требование изучение каждого слова вот когда вы кирпичики разберете у вас начнется целая картина собираться а не так что и о темы живых все я сейчас скачаю короче просто там фио заменю и все и побежал суд он приходит а его как лежит говорящую табуретку выпинывает оттуда еще и в камеру сажает а он потом звонит говорит а хочу 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 а как я же так же сделал почему а вот уж он не осознавал что он говорил он вел себя как не совершенно не не способны ему там один два максимум два вопроса задали он ответил на них неправильно точнее неосознанно и все не де способны чуть чуть с ним делать говорящая табуретка пришла говорящая табуретка говорит что он живой а ведется как заговорящая табуретка ну чё с ним делать поэтому вот когда вы осознаете смысл каждого слова каждой мысли каждой буквы первое это осознание а потом уже научиться вести себя осознанно то есть каждое действие каждую мысль каждое слово контролировать это трудно это труд поэтому я тружусь не только для себя но и для вас и для всех на вопрос ответил да спасибо предложение на сегодня закончить информации очень много давайте друзья по десятибальной шкале насколько было сегодня полезно круто интересно информация действительно просто суперская друзья просыпаемся правда чувствуем что начинаем просыпаться глазки открываются по-другому начинаем на себя смотреть со стороны но я думаю что с антоном мы еще продолжим наше общение я просто говорю за всех потому что настолько интересный человек действительно простой и очень грамотный у меня честно говоря очень много вопросов именно с чего начинать что делать сейчас вот на стадии загса да какие там меры там какие шаги делать ну вообще много вопросов на самом деле и хочу чтобы антон продолжил с вами также встречаться и раскрывать вот эти секреты нас обучать уму-разуму да благодарство антон спасибо огромное во благо спасибо друзья давайте поблагодарим антона завтра я построю можно я скажу ну я не знаю на будущее если если появился интерес к теме живых то заходите на мой канал там вот говорю за последние четыре месяца все по теме живых там прямые эфиры по 7 часов я вот 7 часов отвечая на вопросы вот на подобные вот там вы засмотритесь и и там очень подробно я рассказываю обо всем по поводу если будущих встреч ну для меня конечно интереснее вот встречаться вживую именно живыми собеседниками говорить потому что там я в основном чат читаю не пишут в чате я там уже сам отвечаю так по поводу будущих тем но можем запланировать следующие там встречу на какое-то время и назначить какую-то определенную тему либо вот так же через чат а еще лучше в живую я вот мне вот это вот писанина она не очень нравится потому что все что написано но как бы уже во первых черным во вторых это не живое слово а мне больше интересно именно живое общение голосом еще лучше когда видно собеседника то есть эмоции его видно вот такое общение мне интересно но платформа зум она позволяет это сделать друзья так что настраивайте свои камеры себя приоденьте а то у нас был случай как одна женщина там лежала на диване во всей своей красе и задавала нам вопросы у вас даже такой бывает у нас тут еще только не было и честно говоря я у нас был один вебинар антон с правоведом когда вебинар просто сорвали просто сорвали то есть пришло несколько человек которые в общем включали матершины песни писали матом в общем целенаправленно поэтому я очень очень осторожно сейчас вот отношусь включению звука и камеры очень осторожно потому что мы уже с этим столкнулись конечно не людей не люди не спят у у них как раз последние времена настали надо же немножко дерьма вот поэтому я в этом на ю тубе использую именно режим чата то есть там стоит авто фильтр на всякие маты и оскорбление и так далее и то есть я то знаю что я могу говорить в прямом эфире а чё нет чтобы до меня там не отдел и не полиции никто не докопался я знаю где ставить слова предполагаю наверно возможно и так далее то есть я за себя это как говорится знаю что говорить а вот если допустим пригласить кого-то в живую в прямой эфир и ну это вообще нереально попадется какой тролли или кремлебот или какой-нибудь матершинник и все поэтому у меня там режим именно чата а здесь можно записывать если чё потом вырезать и пустить видео уже для всех ну да принципе сегодня у нас трансляция идет напрямую на youtube просто там частная запись идет я просто тестирую еще друзья потому что комната это рассчитано на 100 человек а на ю тубе то можно тысячами людей смотреть и все нормально вот и писать там тоже все можно единственно конечно в этом ничего своим голосом ну никакого вопроса не зададите ну по крайней мере для меня это хорошо потому что это обезопасит нас от роли но все друзья огромное вам спасибо что были сегодня с нами завтра запись выложим ссылки на канал антона на его соцсети тоже сюда видео пересмотрите посмотрите где значит все документы антон сегодня показывал ну и все друзья изучайте начинайте действовать благодарствую всем спасибо спасибо друзья ну все отключаемся всем пока пока